мировая революция чего другого быть не может жизнь это жизнь математика это математика а потом скажу что автор решал то вообще другую задачу и он неправильно решал и вообще он дурачок еще один дополнительный инструментик в чем фишечка этого метода это его кликуха теперь факториал вот если бы ты там перешел какое-нибудь поле там я не знаю 50 плюс я щас не про возраста квадраты сдерживаться пишите комментарии поговорим поговорим добрый день дорогие друзья с вами профиматика влад вуль игорь уколов и сегодня собственно продолжаем экспериментировать с различными форматами не математических видео и сегодня мы попробуем поговорить о комментариях причем мы будем говорить о комментариях к шортсам то есть у нас на канале сейчас ежедневно выходят новые короткие видео ну и собственно к ним пишут достаточно много комментариев ну и о них нам сегодня и хочется поговорить вот и видимо формат будет такой что мы будем показывать вам само видео потом будем выбирать какой-то на наш взгляд интересный комментарий к этому видео ну а дальше мы с ладом поговорим 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 так что поехали можно ли в уравнении просто угадывать корни давайте разберемся например решаю я вот такое уравнение и я смог угадать у него два корня x равно 3 а я честно это проверил 9 минус 39 плюс 30 это 0 ну и x равно 10 100 минус 130 плюс 30 это тоже 0 и спрашивается а я решил уравнение дать я не стал дискриминант ничего не берет протярим и виет я решил уравнение формально да если я скажу что квадратное уравнение имеет максимум два корня и я нашел эти два корня на самом деле я нашел все корни этого уравнения поэтому с этим добавлением про максимум 2 корня на самом деле так тоже можно решать квадратное уравнение другой просто угадать но вот допустим так случилось и это нормально а например вот это уравнение здесь я тоже могу угадать корень x равно 2 ну потому что 8 плюс 2 минус 10 это 0 здесь тоже можно показать что корень только один чем больше я беру x тем больше у меня левая часть значит стать равной нулю она может быть ровно она может ровно один раз при их равно поэтому это уравнение максимум имеет один корень я его угадал значит его тоже решил пользуйтесь да да теперь это объясни училки ей нужно решение я один раз на пробнике написал ответ правильный но решения нет плюс есть оба нету и из-за этого у меня два одного балла не хватило как раз из-за того что в уме решил возможно в контрольной этого не хватит решение тоже должно быть я один раз попробовал на обитак поэкспериментировать спойлер получил пезды от математички так как без решения в повешенной части балл не засчитывается да ну давайте обозначим во-первых очевидно совершенно что когда мы записываем решение уравнения комментарии которые произносит игорь на видео они имеют отношение к решению и конечно же мысли особенно вот про кубическое уравнение должны быть записаны в плане монотонности функции и наличие единственного решения а вот про квадратные уравнения кажется что даже не кажется а совершенно точно на егэ по крайней мере после квадратного уравнения вы имеете совершенно полное право написать два ответа которые это уравнение имеет и совершенно не нужно объяснять откуда вы эти корни взяли ну потому что существует тюрем ве это но и видимо просто предполагается что все-таки школьник знает что если корней максимум 2 и мы оба нашли значит других корней нет вот а уж как он их он действительно мог найти их да тут проблема угадывания решения зачастую не в том что угадывать нельзя причина то они обычно другие то есть например мы решаем какую-то задачу но подбором получили отмену но тогда если мы получили его подбором нет гарантии что это единственный ответ и тогда с подбором конечно начинаются проблемы но если мы по какой-то причине что-то угадали и дальше говорим что ничего другого быть не может то доказали это не просто сказали а доказали например мы знаем что у данного уравнения ровно один корень и соответственно доказали что других корней нет ну значит мы его решили это абсолютно верный способ который принимается и на егэ и на любых других экзаменов вот касательно монотонности функции прям ну четко совершенно стандартный метод особенно вот задачи с параметров я его постоянно рассказываю на занятиях но тут единственное если мы говорим про повешенную часть угэ то вот повешенной части повешенной части я не знаю можно ли просто писать корни уравнений наверно тоже можно потому что опять же теорема вието надо ли писать что ты пользовался теоремой вието на самом деле в угэ какая-то есть дурацкая система оценивания но там если слишком много требуют какой-то вот формалистики поэтому в угэ я бы наверное рекомендовал расписать повешенной частью г друзья пожалуйста все-таки расписывайте как вы решили квадратное уравнение либо вот та идея которая была видео либо любая другая идея в общем с повешенной части угэ надо быть аккуратнее то есть корни можно угадывать но нужно обосновать или сослаться на какой-то школьный теоретический факт что других корней нет и быть не может а два комплексных забыл подбором угадать тут у него фундаментальная ошибка в формулировках было уравнение и на краткой степени всегда имеет ровно n корней а он про кубическое уравнение сказал что у него один корень за такую формулировку без уточнения действительности даже в школе можно двойку получить а уж в универе такую чушь сморозить вообще позор вроде бы комплексные числа ввели в программу школы значит к моменту когда проходят кубические уравнения а может еще и на этапе квадратных их изучают сфига ли там один корень там три корня х 1 2 x 2 минус 1 2 x 3 минус 1 2 ну и еще по этому видео серия комментариев относится к тому что у кубического уравнения всегда есть три корня то есть вообще уравнение n степени над полем комплексных чисел имеет n корней ну класс да имеет молодцы ничего они блеснули да вот но в школьной программе на всех экзаменах без уточнения подразумевается что речь идет всегда только о действительных числах если бы в задачи подразумевалось что необходимо исследовать комплексные об этом бы обязательно написали что в угэ что в егэ что на любой олимпиаде на самом деле здесь у нас да по умолчанию по крайней мере да вот хорошая идея что по умолчанию на всех мероприятиях речь все-таки именно в рамках школы что мы работаем над полем действительных чисел если не сказано ничего дополнительно когда я работал в школе эту задачу отвратительно решали отличники и прекрасно решали двойшники хотя эта задача вторую часть игры у нас есть 20000 рублей которые вложены в акции и эти акции приносит нам ежегодно 2000 рублей мы можем эти акции продать и положить их на счет в банк под 8 процентов годовых как нам получить максимальный доход за 10 лет эта задача кажется сложной на самом деле все очень просто мы выбираем между двумя тысячами рублей и 8 процентами когда нужно выбрать 8 процентов когда 8 центов больше чем 2000 рублей то есть 8 процентов от чего-то должно быть больше чем 2000 рублей ну а поделив мы получаем что тогда их должен быть больше чем 25 тысяч рублей ну и давайте поймем когда это происходит ну вот после первого года на 22 тысячи после 2 24 после 3 26 и вот как раз мы превысили теперь 8 процентов будет больше чем 2000 рублей начну первые три года храним в акциях а потом эти акции продаем и перекладываем деньги в банк ну и собственно получаем вот этот максимальный доход за 10 лет вот такая схема пользуйтесь ну поговорить хочется вот про вот этот комментарий он решил задачу как математик или бухгалтер они как экономист 1 цена акции банковский процент меняются 2 с дохода нужно платить разные налоги 3 акции означают что это твоя собственность которая может кормить тебя всю жизнь а деньги в банке в любой момент банк может отнять 4 на доходы от акций можно докупать акции стать крупным акционером 5 не за горами новая революция конец капитализма 6 и так далее подробнее для мужской части населения можно узнать из моих роликов мне кажется там в общем-то очень много всего и даже сложно выбрать за что взяться мировая революция деньги в результате в результате которой деньги при потеряют ценность а вот акции никогда и для мужской части населения информация да уж тут я не знаю ну и на самом деле сам посыл про то что мы решаем задачу как математики блин ребята это видео для тех кто готовится к игре и здесь наверное понятно что мы берем задачи которые есть в егэ и собственно разбираем их так как они решались бы на экзамене ну видимо до этого человека просто никто не хочет слушать и он захотел чтобы мы его послушали ну я я тут про него никаких гипотез делать не могу но на самом деле очень много к этому видео писали комментариев как бы в жизни не так и так далее ну слушайте моя задача объяснить как решалась конкретно егэшная задача которая кстати и вполне имеет там дальнейшие раскрутки продания обгрейды ты за да да хорошая собственно вот мы ященко разбираем варианты и вот эта задача она становится там шажочком к следующим более сложным задачам но идея то на самом деле в общем понять что выбор такой да в жизни и такой стабильности не бывает и обычно акции но не приносит 2000 не дорожают каждый год на 2000 рублей все то есть обычно там что-то более сложное но вот здесь вот жизнь эта жизнь математика эта математика и мы решаем здесь конкретную задачу задача просто про то как понять где на каждом шаге выгоднее выбор но за но при этом ребята мы не учим вас как вам обращаться с вашими деньгами особенно на пороге грядущей мировой революции ну и здесь хочется сказать что мы готовы вас учить вне зависимости от того как гендера главное независимо от гендера возраста национальности вероисповедания я надеюсь я правильно поставил ударение ну в общем в общем вот давайте дальше если нет возможности докупать акции с доходностью больше восемь процентов тогда нужно прибыль класть на счет в банке начиная с первого года и уже на второй год прибыль будет 2160 на за и краткое 2000 2160 х 008 2170 28 на 4 и краткое 24332 8x 008 и так далее а ответ чувака в кадре это ответ двоечников он же сам так сказал и вообще я заметил у этого чувака много таких неправильных вредных примеров с таким экзаменатором хрен кто сдаст егэ да ну что сказать давайте я сейчас сам себе придумаю дополнительные условия задачи и расскажу вам как она решается а потом скажу что автор решал то вообще другую задачу и он неправильно решал и вообще он дурачок вот но здесь как-то до нас ограничивали условием и здесь у нас нет опции прибыль прибыль перевкладывать вот по условия оригинальной задачи цена акции повышается но собственно и все вот здесь здесь конечно жизнь она немножечко сложнее чем задача по математике но к сожалению чтобы мы могли это решать на экзамене мы должны работать тех моделях которые можно считать и вот эта модель которую можно считать вот а по поводу того что с таким экзаменатором ну ребята я не экзаменатор и влад тоже не экзаменатор с таким экзаменатором хрен кто сдаст егэ ну в общем да мы не экзаменаторы мы учим вас математике а уж зайдите вы с нами игре или нет но собственно решайте сами и у вас куча выбора и вы можете выбирать кого смотреть это точно знаете как китайцы решают квадратное уравнение сейчас я вам расскажу и так у нас есть вот такое квадратное уравнение что мы делаем сначала мы смотрим на коэффициент 5 или на коэффициент 6 но здесь 5 это простое число с ним проще и записываем на какие два множителя можно его разложить это 51 дальше мы хотим расписать также шестерку перемножить вот так числа крест-накрест и в результате получить минус 13 коэффициент перед иксом ну что здесь нужно взять здесь нужно взять тогда минус 2 а здесь минус 3 тогда как раз произведение 6 ну а если вот так перемножить сумме будет минус 13 и тогда я могу сказать что 5x минус 3 на x минус 2 у меня есть 0 ну то есть вот эту уравнение у меня превратилась вот такую запись но теперь я легко нахожу корни x равно 2 и x равно 0,6 вот так теорема вида как бы бедный дискриминант никто его не любит а вот будет уравнение с и рациональными корнями сами к нему побежите поведите так то тоже можно а какой алгоритм подбора таких корней вы предлагаете но здесь смотрите тут тоже вот серии комментариев про то что это теорема вьетта что то что мы показали не всегда работает что значит тоже мне открыл америку и так далее но тут друзья опять же речь о том что мы не пытаемся вам показать какой-то новый невероятный способ решения квадратный уравнение который вы не знали мы рассказываем вам еще один возможный подход который вы можете взять или не брать но когда вы берете у вас получается еще один дополнительный инструменте который может быть где-то вам может помочь в чем фишечка этого метода ну собственно она в том что с помощью этого способа вы быстро можете получить разложение квадратного трехчлена на соответственно на разложение а две скобки и это местами там супер удобно вот по поводу корней ну дискриминант никуда ты от него не уйдешь вот даже вот амбассадор теоремы вьетта вам скажет что теорема вьетта увы не всесильна ну я на самом деле придерживаюсь такого такой точки зрения когда человек каждый раз сидит и считает через дискриминант у него на самом деле вообще не развивается понятие свойств делимости чисел ну потому что в прямом направлении просто используется таблица умножения и ты как автомат таблицу умножения шпаришь когда перемножаешь числа по конкретному алгоритму а вот когда ты используешь теорему вьетта у тебя постоянно происходит в голове разложение числа на множители и ты очень хорошо начинаешь владеть свойствами делимости а потом очень легко у тебя заходит например 18 задача на егэ или например задача с параметрами где у тебя коэффициенты в виде параметра присутствуют ты не сидишь и не высчитываешь длинный алгебраический дискриминант из которого надо извлечь корень а по вьет ты сразу видишь корни именно в форме многочленов а вот поэтому теорема вьетта вы сами видите она мной любима но конечно когда у вас развился хороший навык использования теоремы вьетта вы будет сразу замечать что опа здесь число неприятные теоремы вьетта не сработает и надо взять и посчитать дискриминант потому что иррациональные числа да они встречаются в виде корней и ими тоже надо уметь работать но в первом приближении когда вы только видите квадратное уравнение и вы хотите найти его корни то надо в первую очередь подумать какие это корни именно с точки зрения теоремы вьетт вот а также этот метод с китайским разложением на множители он реально очень полезен ну например в неравенствах когда вам нужно например преобразовать под логарифмическое выражение разложив его на отдельные множители и вам корни по факту не нужны вам нужны именно скобки вот и вот видя квадратный трехчлен у вас очень быстро возникает идея как как он раскладывается на множители а на множители на самом деле разложить немножко быстрее и проще чем воспользоваться теорема вьетт потому что не приходится менять знаки коэффициентов вот смена знака вы же знаете да что сумма коэффициентов сумма корней квадратного трехчлена это коэффициент при взятый с противоположным знаком в случае приведенного квадратного уравнения вот а при разложении на множители вот поэтому китайскому методу не приходится менять знаки и на самом деле это немножко быстрее проще становится ну и здесь у тебя собственно появляется сразу много разных инструментов вода и и ну даже жонглировать ими жонглировать да когда тебе что применить ну это просто расширяет но мы не предлагаем вам отказываться от дискриминанта искать что да конечно есть только один способ на самом деле вот есть очень классная мысль что гораздо лучше решить одну задачу десятью способами чем 10 задач одним и тем же способом вот это вот про тех любителей дискриминанта которые все им делают вы реально теряете возможность чему-то научиться четкие мужики решают через дискриминант выдать метод горнера который используется для многочленов более высокой степени за китайский способ решения в китае запрещены рациональные числа а за комплексный корни расстрел я буду использовать китайский метод решения квадратных уровней а тебе на оригинальной не хватило этот математический мем свое время наделал много шума и споров в интернете давайте разбираться в чем же здесь дело оригинальный текст вот такой решайте осторожно 230 минус 220 умножить на 0,5 ну надо было узнать чему равно мы говорили что вот вы не поверите это равно вот таком числу ну и дальше конечно мы вроде начинаем читать мы знаем что в начале делается умножение получается 110 230 минус 110 равно 120 но здесь почему-то 5 ну конечно если я из 230 вы что 220 я получу 10 10 умножить на 0,5 это 5 вроде действие делаются наоборот и вот истина к нам приходит тот момент когда мы вспоминаем а что такое 5 факторе что такое 5 фактореал как раз 5 фактореал это произведение чисел от 1 до до 5 и если мы это перемножим это больше есть это будет 20 мы получим 120 поэтому на самом-то деле просто 120 действительно равно 5 фактореал поэтому написанная фраза полностью верно ну чего ну и что друзья мы 4 закатал закачался ну что мы тут вообще как бы мем разбираем как только видишь этого человека в видео сразу начинаешь искать фактореал тогда косяк в задании после 5 нужно . или другой знак для чего нужен этот фактореал где его применять чтобы была польза мем как как косяк в задании нет мем я постоянно поле я я мем 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 до мир ну что друзья да мы тут как бы мем разбираем мем разбираем да поэтому как-то странно ждать что в мы в меме будет абсолютно верная грамотность и не будут какие-то приколы встраиваться ну да тут хотя я вот кстати не подумал про точку в конце это это было бы ну очевидно да ну да она она нужна но все-таки здесь надо понимать что мы мы скорее играем с какими-то такими не знаю но в данном случае около математическими объектами и фактореал ну да вот тут пишут что мои видео стали с фактореалами это его кликуха теперь фактореал да 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 и и ну на самом деле фактореал ну это еще одна математическая операция и мы уже говорили что не надо пытаться в жизни найти смысл каждой математической операции конечно тут и про синус можно говорить но в комбинаторику залезть фактореал и встретите но глобально глобально это просто вот можете еще загуглить слово праймериал кому интересно праймериал да решеточка такая но еще еще есть двойной фактореал и про это да он тоже обязательно расскажет одна из самых красивых головоломок которые я видел на табло сломался один пиксель он может либо гореть либо не горе ну вот а действует он неправильно и теперь на табло неверное равенство надо понять с каким пикселем проблема и исправить проблему думать этот пример выглядит достаточно пугающим но собственно один пиксель исправить чтобы стало верное равенство ну и ключ здесь наверное в том что задайте вопрос а что можно изменить одним пикселем вот кажется можно что-то с этим умножением сделать на деление но будет 79 на 72 это вряд ли 71 но вот можно подумать что можно сделать еще и догадаться помогает попытка перемножить и скобки на надо будет здесь будет 70 здесь будет 727 на 72 это будет 5040 ну и дальше либо если у вас наметанный глаз математика либо вам повезло либо что-то еще можно вспомнить что вот это выражение это не что иное как 7 факториал то есть произведение всех чисел одного до 7 но тогда как раз становится понятно какой же вот такая красивая задачи вообще тут надо сказать не сломался один из пикселей обратит не корректно вот тогда он может стать факториалом просто сломанный пиксель значит что он не горит они наоборот горит всегда вообще-то сломанный пиксель может как гореть так и не горит его зависит от типа экрана. Например, на некоторых матрицах, где при подаче напряжения пиксель, наоборот, становится темным, где его подсвечивает все время подложка, при его поломке появляется светлая точка на экране, где он как бы всегда прозрачный, а в экранах, где он всегда поляризован, так что затемняет подсветку или сам светится, он будет темным, так что все зависит от экрана. Ну, здесь что можно сказать, что, во-первых, конечно, если бы мы сразу знали, что этот шорт наберет миллион просмотров, то, наверное, я бы текст вылизал и так далее, но тогда, в общем-то, не очень думалось, хотя, конечно, ну тут как бы есть настоящие мужчины, они и полку прибьют, и пиксель починят, и так далее, ну и знают, что такой сломанный пиксель, а я, к сожалению, вот, ну, в общем, у меня пиксель сломался и так далее, он у меня сломался на уровне программы ввода, он работает некорректно, потому что, не знаю, программист код неправильно ввел. Ну, что поделать, да, с одной стороны, можно сказать, с другой стороны, опять люди пытаются найти в математике жизнь, а надо искать в жизни математику, и вот тогда, кажется, никакого конфликта не будет. Как выпускник мехмата МГУ будет решать задачу с картиной устный счет в сельской школе? Тут нужно немножечко поколдовать. Если представить 10, как 12 минус 2 в квадрате, то получится 12 в квадрате минус удвоенное произведение первого числа на второе плюс квадрат второго числа. Делаем также с остальными числами, представляя 11, как 12 минус 1, 13, как 12 плюс 1 и 14, как 12 плюс 2. Что получится, если это сложить? Замечаем, что вот эти две компоненты у нас уйдут, и вот эти две компоненты у нас тоже вместе уйдут. Что получится? Получится 12 в квадрате 5 раз и еще 4 плюс 1 плюс 1 плюс 4 плюс 10. 12 в квадрате это 144 умножая на 5, это получается у нас не что иное, как 720. 720 плюс 10 это 730. Ну а дальше 730 делить на 365 это просто-напросто 2. Вот такой вот хитрый способ решить эту задачу в уме, и это реально можно так сделать. Друзья, ну здесь надо сказать, что я рассказал лично о том, как бы это делал я. И вот мне действительно этот способ приходит, и мне для этого не нужно писать, я действительно могу эти действия проделать в уме. Я даже могу какую-то там суть привязать с... как бы я действовал, если бы мне в задаче дали квадраты 5 чисел, которые являются последовательными членами арифметической прогрессии, я бы их обозначал как а, а плюс д, а плюс 2д, а минус д, а минус 2д. Вот, то есть я бы за обозначил среднее число. Но при этом, возможно, это было избыточное. На самом деле, главный хейтер вот этого спунта сейчас перед вами, и вот как раз сейчас Влад вам скажет, что он думает о людях, которые решают вот так. Да, я когда увидел этот ролик, я сразу словил фейспалм, что какого хрена Игорь адски решает элементарное задание, квадраты все наизусть. Он прекрасно помнит, так же, как и я. Вот, и сразу понятно, там, кого с кем удобно складывать по последним цифрам, чтобы все быстро посчитать. Вот, я думаю, что понадобилось бы мне, ну, не знаю, там, 5 секунд, чтобы, ну, может, максимум 7 секунд, чтобы вот это вот все просчитать просто в лоб. Вот. Но твои способы, они хорошие. Хорошие они для того, чтобы понять, как действовать с большим набором чисел, с большими числами. Ну, то есть, условно говоря, если бы был там 10 или, было 10 или 20 чисел, то, конечно, идея с арифметической прогрессией отличная. Не, ну, даже если там, например, добавляется еще, что там, 10 и 16, то все равно я могу сказать, что нет, 9 и 16, то... Там от 11 до 15? Вроде да. Нет, 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 нет. Там 10, 11, 12, 13, 14. Значит, если добавляется 15 и 9, то, ну, собственно, все равно. Ну, нет, тут, понимаешь, какая штука? Ну, тут слишком маленькие числа. Просто они все заранее известны, их и так легко считать. Вот, если бы ты там перешел в какое-нибудь поле, там, я не знаю, 50+, я сейчас не про возраст, а про квадрат и чисел, то, наверное, не у всех в памяти лежат там подряд квадраты, начиная от 50 до 54, вот. Вероятно. И тогда это уже твой метод возведения в квадрат через сумму был бы более актуален. Ну, здесь можно сказать, что на самом деле я стреляю из... Да, именно да, абсолютно так, да. Вот, ну, при этом, может быть, ровно поэтому 250 тысяч человек решили вот это посмотреть. Мне кажется, там гораздо больше уже, нет? Ну, в общем, не знаю, сколько там, но когда-то там было 250 тысяч, что на самом деле странно, но, в общем, не знали. Ну, так бывает. Видимо, людям интереснее смотреть то, что вызывает у них какой-то внутренний конфликт. Ну, надо заметить, что на самом деле довольно много комментов, которые происходят исключительно из того, чтобы вот, а вот он плохо сделал, ну, просто. Ну, и при этом. Это помогает свою самооценку повысить. Это, в общем-то, нормально, естественно. Такое часто происходит. Ну, и продвигает ролик, поэтому. Если вы хотите написать комменты, даже если он вам кажется негативным, то напишите. Не надо сдерживаться. Да, не надо сдерживаться, пишите комментарии. Вот, можете написать комментарий под этим видео, заодно подписаться, если вам нравится. Если вам не нравится, тоже можете подписаться, будете заходить в свой плохой день и хейтить этих чуваков, которые, ну, в общем-то, если ты хочешь кому-то придраться, то тут можно клюбить. Слушай, а мы вообще потом будем снимать ролики про комментарии к роликам про комментарии? Слушай, вот это хорошая идея, да. Это хорошая идея. Ну, если много таких роликов накопится, то можно такой фигней позаниматься. Ладненько. Мы, наверное, прощаемся. С вами был... Ну да, если, подождите, если, и он еще есть, он был, он есть, и он говорит вам, что если, опять же, 300, 300, это константа тракториста, вот, 300 лайков под этим видео, и мы снимаем вторую часть. Если вы не хотите смотреть шоцы, то хотя бы вот посмотрите наши шоцы, наши лучшие шоцы, вот в таком стиле, поэтому 300 лайков, и мы выпускаем вторую часть. А с вами... Игорь Уколов. Да, Игорь Уколов, Влад Вуль, канал Профиматика. Подписывайтесь. Да. Пока-пока. Пока-пока. Так, ну что там? Зачитаешь нам еще разочек? А ответ чувака в кадре, это ответ двоечников? Он же сам так сказал. И вообще, я заметил, что у этого чувака много таких неправильных, в скобочках, вредных примеров. Да, там еще столько ошибок. С таким экземинатором хрен кто сдаст ЕГЭ. Там большие капкас просто. Ну, очень хорошо.